Будем сейчас болеть за Хошка. Немножко, конечно. Best of Five. До трех побед играем. Говорят, Хавк справился с Диаблой, видимо, четвертый. Справился с Балдрус Гейт, и тут ко мне как раз прилетает камень. Вот, и вернулся к Варкрафту. Молодец. За Альянс. Тайт Хантрес — это Альянс против Орков. Хитман, как вы помните, вроде как и рандомщик, но больше Орк. Он там против Хапача играл за Орков. Я помню, это же он, да? Или я его путаю опять с другим американским чуваком, который в два барака Хантрес играл. Шот-раундом, возможно, его путаю. Или Хитман тоже два барака не прочь был погонять, за эльфов поиграть. Не очень релевантная информация конкретно к этой серии, но тем не менее. Вот. Ну что, хорошего Варкрафта. Сегодня, завтра и послезавтра, пятница, суббота, воскресенье. Соответственно, сегодня 8 сентября, да? 8, 9, 10. Будут... Ну, турнир завершится, турнир пройдет. Сетка сингл-эльминейшн. Собственно, почему Хапач и вылетел с турнира. Если бы он попал бы в лузера, он, скорее всего, не просто бы дошел до суперфинала, он бы еще, и сделав выводы из прошлой серии, Соку... Ну, Соку с большей вероятностью бы выиграл, так скажем. Но лузера жесткие, поэтому проигрывать нельзя. Проиграл, вылетел. Медведь, как говорится, в помощь, в хавку. Там Форсир, здесь Архмак. Степа Свитфака поддержал наш канал на 300 рублей и сообщает. Майка, привет. Привет, привет. Смотрю в записи, сейчас на палате костей третьего уровня. Сам в шоке. Эмоции, что называется, гуд. Да. Надеюсь догнать стримы. Спасибо. Давай, вставь полуторную скорость и погнали. Может, даже двойную на ютубе. Догоняй. А, у тебя качественного максималочка, кстати, может быть, и нет. Твиджи почему-то выставила мне HD. Да, давайте сейчас, картинка четче будет. На заднем фоне общаются Back to Warcraft. Четко, вообще, говорит Well Played. Well Playeders, здравствуй. Хавк будет ставить экспант. Мы это видим по заказанному рабочему одному второму и футмену. Соответственно, по таймингу с Форсир рядом, но он совершает первую ошибку. Он не делает разведку, не смотрит, где Хавк. Он пытается добрать себе типа второй уровень, а здесь хватит впритык, да? А мог бы вот все это, весь этот урон наносить там рабочим. Форсир получил второй. Сразу побежал на мейн. Такое впечатление, что он думает, что Хавк с одной базы будет играть. Но... Или думает, что он нахарасит на мейне. Может быть, нахарасит. Волк. А, и там два этих есть. Два плаща. Первый рабочий падает у Хошка. Финал Хитман, Хавк оф Сайдер. Ну, я имею в виду, что это плей-офф. То есть у нас... Они в полуфинале, кажется, сейчас играют, фактически. Или даже четверть финал. Кажется, четверть финал даже. Имеется в виду, что это финал 15-го сезона. Финальная часть. А тогда там еще осталось где-то 8 игроков живых. Магическую вышку мы игнорим, поэтому теряем рабочих. Пытается грантов там окружить. Не окружил, судя по мини-мапе. Да ладно, он потерял гранта? А, здесь было три гранта, а не два. Форсер продолжает душить. Тем не менее, у него мана заканчивается уже. То есть он новых волков не вызовет. Спасай, ну куда ты этим рабочим лезешь? Нет, сейчас двух рабов! Минус недоконтролил Хавк. Ой, какая боль. Фрейви, привет. Краба тебе тоже. Хавк пытается навязать свою игру, но не очень битый рабочий. Как он? Он сюда не может лезть. Он лезет, но он не должен лезть сюда. Еле-еле спасается фут. Что делать? Да лучше там зеленую точку рядом подкрепить. Третий уровень Архмагу получить, видимо, артефакт какой-то. Или попытаться отменить нечто строящееся. Нечем отбиваться. Ну, нечем отменять, извините. Ну, Хавк Т1, у него экономика сильно пострадала. Мэнам. Ооо, волков, смотрите, как за... Смотрите, как волки застряли. Тремя рабами. Я сомневаюсь, что Хавк специально такую застройку сделал, но она получилась классная. Вот сколько уже... Восьмой, девятый рабочий умирает. Зато мы на магической вышке сэкономили. Это трындец. Ну, это типичная ошибка Хавка. Он против Хапача ставит экспант, и, к сожалению, делает в таком порядке, типа пять рабочих делают экспант, а потом пять рабочих делают вышку после этого. Кстати, вышка получается позже, дороже, а экспант только где-то процентов на 15 ускоряется по строительству. Забейте, только вышками отбиваться. Другого варианта у Хавка нет. Вот он и делает по этому ламбер милл. Хорошо, что добил. Молодец, третий уровень получил. Хошек, давай. Давай, давай, давай. Там уже шаманы появляются. Элементали скоро работать нормально не будут. Иллюзии на футменов. Морально давит. Типа, смотри, сколько у меня футов. Оп! Иллюзия. Обманули дурака. Это фейковая атака, просто для того, чтобы премию выиграть. Чтобы Таурен не крепился. Порш пошел первый. Еще минус иллюзия. Хоп! Ну вот, последний футмен остался уже настоящий. Умирает. Третий форсир. Домой, домой, домой. Хошек, не надо лезть. Там такие шаманы, просто никакие. Чуть-чуть не хватает контроля. Беги, просто родной, беги. Футмена не забудь своего. Азар спрашивает, будет ли фуфа? Скорее всего, попробуем собраться. Так что обновляйте варкрафт, скачивайте, устанавливайте. После этих серий сегодняшних пойдем в фуфашечку. Ну, сто лет не было. Диаблу всегда успеем поиграть. А вот в фуфа... Большая редкость сейчас. Зачем он, интересно, бетон делает? В разводы собирается бегать, видимо? Видимо, да. То есть он хочет... То, о чем вот говорил второй комментатор, это какой-то игрок, судя по всему. Я не знаю, кто комментирует второй. Что он рассказывал про стратегии? Орл Сейтро, здравствуйте. А у нас нормально, только в Варкрафт задержали на два с лишним часа. Пошла все-таки база. Да, хошек пытается до бетона. Один Боро убивает до бетона, это хорошо. Оп. Но теряет. Теряет футмена минимум одного, второго, третьего, скорее всего, потому что есть... Ой, футмены. Сетки, пурш, потому что здесь не убежать. Оно того не стоит. Рифлокастеры пошли. Соответственно, у нас с вами будет... Будет Таурен со стомпом влетающим, а Тонкин, кидающий молоток. Рифлы в страхе разбегающиеся, шаманы, кидающие Лайтнинг Шилд в кучу. Ну, в том числе на Таурены и там вперед куда-нибудь в кучку. Молодец, отменил строящуюся базу, это хорошо. Да, это самое начало, ну как-то это одна четвертая, это середина плей-оффа, так скажем. Но прошлый матч я не смотрел. Здесь на турнире топовые игроки, и самое главное, что Хапач впервые за многое время вылетел. И, соответственно, вообще непонятно, кто одержит победу. Будут очень близкие матчи. С двумя кольцами Таурен. Не прокачал ТЦ ничего, он думает ему играть в разводы или в лоб убивать. Потому что если в лоб, то может быть и Чайник. В смысле, и Стан. Нет, Вейв. Вейв все-таки понеслась. Что у Хавка здесь ничего нет. Три рифла не прикрытые, Маутен Кинг уже еле живой. У Маутен Кинга нет бутылок. Он умирает просто на ровном месте. Зачем ты здесь бьешься, у тебя три вышки слева. Зачем? Отдал Маутен Кинга ни за что. Рифлы падают от связки Шоквейв плюс Чайник. Классика жанра. Ничего нового не показывает Хитман. Так играли орки. Годами. Он так пришел и разменялся великолепно. Сам не потерял, скорее всего, даже ни одного юнита. Просто слил какое-то количество здоровья и всю ману на, там, не знаю, трех рифлов, пятерых рабочих, Маутен Кинга. Ну, смотрите, какое количество трупов. А, слушайте, здесь есть труп Гранта и двух рейдеров, на самом деле. Архмагу надо телепортироваться уже сейчас. Выходит и Маутен Кинг. Молотком подрезает Грунцера. Рабочие возвращаются домой. Ну, и там базы строятся. Разница по уровню, смотрите, по героям. Маутен Кинг полтора против четвертого Таурена. Это следствие как раз слитых футменов на отбитом Бороу. Это следствие более позднего Т2, естественно. И следствие вот этого сражения, не под вышками, а... Хаб будет выходить из лимита, пушить, как мы видим. А что ты хочешь к свэпке, американец фото? Ну, может, за него Хапач играет, просто за арду. Да, так больновато, согласен. Снова атака идет. Как отбиваться, ХЗ? 44 лимита идет от Орка против 58. Но у нас свитка нет. И возникает вопрос, а что будет, когда там второй вейв, второй чайник влетит вот в кастеров? А он влетит, смотрите, сейчас. Чайник полетел. Бах. Но пока держимся, пока нормально. Туарен с инвулом. Сейчас будет вторая связочка. Бах. О, не хватило маны. Нет, хватило. Ну, на самом деле, ничего не умерло, кроме одного приста. Свиток лечения, брейкер сейчас у Хавка только... О, нормально, минус брейкер на рейдера. Хавк разменялся в плюс. Через магазин и свиток можно еще пропушить. Желательно МКУ докрепить до третьего. Второй клэп прокачать. Мага убрать сейчас, чтобы он не отъедал лишнюю экспу. Но за это время противник, скорее всего, получит пятый уровень. Стало быть, третий вейв будет у него. 4.7 Туарен у него. Аня говорит, будем встретить все те же метовые стратеги, но в кривом исполнении. Ну, по крайней мере, у нас будет меньше андедов, и матчапы будут другие. И не обязательно, чтобы человек играл... Для красивой игры не обязательно, чтобы человек играл идеально. Потому что, если, например, один играет идеально, другой ошибается, это как раз стандартная игра, там, не знаю, минут на 12, на 13. Особо классные матчи получаются. Когда противники приблизительно одинакового уровня. То есть у них как раз игры идут дольше, затягиваются. От стандарта одни все дальше и дальше со временем уходят. Поэтому можно, конечно, в очередной раз посмотреть, как Хэппи по дефолту катнет с великолепным контролем всех. Но хотя бы для разнообразия можно посмотреть и на... Короче, ты не прав, мне кажется. Хавку нельзя затягивать. Там база начинает работать уже. Мана Стоун есть, ворой Клэппи есть, нормально. Цвиток даже есть, два свитка есть. Ой, хорошо, хорошо. Ай! Стомп, Близзард полетел. Клэпп неплохой, но могло быть лучше. Малаток в кодое. Пытается МК подблочить кода. Нормально. Освободим там кого-то. Он был голоден. Хавк не торопится, я не знаю. У него хорошая ситуация. Он должен вроде как пушить, а он не пушит. Может, Хавка устраивает затяжная против пятого Таурена. Хрен его знает. Может, и устраивает. Большой НВУ. Вот, и комментатор говорит тоже второе. Типа, было бы лучше, если бы ты... Если бы он пропушил базу сразу после вот этого первого криппинга. Хитман лезет, его по-прежнему меньше. Споулбрекер подставляется. Но Хавк рядышком. Вейв пошел. Неплохой вейв там, на четырех юнитов залез. Кодой подходит. Клэп неплохой. Съедают первого рифла. Пытаются сейчас сплетануться Хавк. Близзард отличный. Свиток отличный. Смотрите, как шаманов заливают сверху. Свиток снова нужно. Свиток Хавк прекрасно кастует. Там все красное наверху. Блин, чуть-чуть этих шаманов подбрить. Чайник. Падает Грант справа. Все красное у Хавка. Рифлов аккуратнее, аккуратнее. Чайник сейчас будет. Чайник, как он... Ой, там все красное. Архмаг красный. Телепорта нету, мага. Мага, не тыкай. Сейчас тыкает Архмаг пятый. Минус форсир. Исчез форсир случайно. Очень все красное. Архмаг красный. Форсир настолько красный, что мертвый. Кастер красный. Шаманы красные. Таурен под Лайтнинг Щелдом врывается. Бам-бам. Пять с половиной. Левел у него. Хавк отступает. 53-50. Форсир выкупает в таверне. Добивает своего рейдера. Там такое красное все у всех. Ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф шаман. 40-ку на Вэви отдал. Красиво. Нужен пятый нам Mountain King. Надо сейчас, видимо, на Marketplace сходить. Попутно собственно лечиться, отстраиваться, покупать свитки. Сейчас вот взять свиток и пойти на Marketplace. Свитка тут самая ценная. Взял свиток один. Ману не успел полностью противника восстановить. Вэви говорит, вчера Хавк много раз на стриме играл против Ла и выиграл при мне 3-4 игры. Лай хорош. И лезет и лезет Хитман, хотя у него там 50 лимитов, у Хавка же вся. Переваривается брейкер. Сейчас будет пытаться выбить артефакт Хитман. Да, уже не успеет за артефактом. Че там выпало? Там мана может быть просто большая. Высасывание маны. Хавкну Крипса, пожалуйста. Позиция у Хавка здесь не очень хорошая. Если возможно, действительно брать... Не, он возьмет 3-й клэп. Молоток полетел в Таурена. Чисто зонит его, потому что полная мана. Выключают элементали. Сорочка под Бладластом, благодаря спулбрейкерам, перекастовывающим. О, хороший дождик! Молодец. Брейкеров не действует. Мкеа не так жестко. Молоток, молоток сразу. Минус 1 кодой. Виверно и Таурен. Прям в куче кастеров. Прям свиток надо сразу юзать. Юзает свиток сразу же. Брейкеры вроде как работают. Одного съедают. Ой, хороший клэп. Но не хватает пятый. Пятый МК получает Хавк. Тут все красное. Хитман может развалиться. Таурен под Ингулом. Врывается топ. Таурен сейчас будет шестым. Шестой Таурен! Только не трогать Таурена. Только не трогать. Пусть он там машет. Мы так справимся. Давай, давай, аккуратненько. Стомп на мага. Форсир. Коня, 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 коня. Аккуратненько, аккуратненько. Добить там Гранта слева. Подокружить Кадоя. Слоун поздно скастовал рифла, потерял. Блин, Таурен шестой, капец. Да, и здесь все. Освобождаем брейкеры, убиваем Гранта. Сейчас Кадоя молодого. А может сразу Таурена? У нас брейкеров миллион. Не, мы не хотим? Может быть и хотим. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что... Прижимает Кадоя. Молодец. И заливка прям. Ой, ушел от стомпа. Но Молотон Кинг подставляется. У нее есть большой инвул. Молоток, форсира. Ой, ловит инвулом. Прекрасно. Сейчас маг, правда, может не уйти. Стомп. Зашавтил мага. Минус маг. Ладно, не так он нужен. Нам нужен качаный МК. Кадоя, Кадоя, убивай. Ай, съедают еще одного брейкера. Спасаем одного брейкера. Шестой Таурен. Блин. Ооо. Валим, валим, восстанавливаемся. 100 секунд до архмага. 50 лимита на 60. Хавк, да контроль. Алло. Что, выкупать будем сейчас мага даже? Клэп хороший. Инвул 15 секунд. Но я не знаю, зачем здесь сражается хошка. Мага, видимо, выкупать будет. Да, выкупает мага, но присты пока пробегают мимо. Минус 2 приста из 3. Лайтнинг щилд ничего не делает, только своих коцает. На адек форсирует. Там на рейдерам работа через молоток, видимо. Блин, тут Хавк, конечно, не прав. Сейчас телепорт надо прожимать уже. Да. Подрезает рейдера. Теряет брейкера под конец. 49 на 52. Ну, это трындец, конечно. Из хороших новостей у нас 5,6, 5,7 героя. Там 6,6, но... Помните про то, что архмаг-то по-полезней будет форсирован на 6-м. То есть мы сможем там в разводы играть с массовым телепортом как-то. Ну и Маутон Кинг тоже на 6-м станет весьма... У него ценные шестой, седьмой, то есть третий молоток, аватар. Но сейчас еще ничего не понятно. Какая скукота, говорит Ду-Ди-Ду. А то смотрим староты из меты в кривом исполнении. Да, да. А что, барсик без ульты? А зачем ему ульта? Тут есть Маутон Кинг, ты не сможешь нормальный ультимейт использовать. В бою он бесполезный. На разводы не получится, потому что... Ну, барсик 6-й, архмаг 6-й, кого ты собираешься разводить, там молоток, массовый телепорт. Вот, а так получается и пошафтить можно по точке хорошо, по героям и волке. Разница между волками 3-го и 2-го уровня, она колоссальная. За счет того, что растет не только количество здоровья и урон у них. Ну и сохраняются криты и все остальное. То, что они невидимые. Это контроль карты. Все, и начинается вот такая штука. Надо делать сразу хавку этот апгрейд на вышке, чтобы видеть невидимых. Он стоит копейки. Сейчас как раз очень пригодится, чтобы волки позорные не палили тебя. Минус рабочий уже. Невидимый Таурен готовится. И вообще не убить никак. Смотрите, у него рунные браслеты, у него ульта и плюс 8 дополнительная армора. А если что, еще инвульчик. Вот зачем Таурену инвул? Я хз, если честно. Его в здравом умеет твердой память, а вообще никто не будет пробивать. Здесь можно вейвами закинуть потихонечку. Не хочет ману тратить. Подходит, начинает провоцировать хавка на выход. Меньше всего я завидую ополченцам. Они выходят сражаться, не знают просто. О, Форсир. Форсир подставился неплохо. Близзард отличный. По своим, правда, бьет. Ой, молоток, хороший инвул. Против молотка в очередной раз. Близзард великолепный. Есть Lightning Shield, но не понимаю, на кого он там больше работает. Опа, Стом. Рабочий минус. Вся Ордата, кстати, тоже минус. Шестой МК, шестой МК. Молоток Форсира. За Казмодан? Ладно, за Казмоданем тогда. Шестой Архмаг. 53. Разваливается Хитман. Разваливается Хитман. Кастеров только спасти, они здесь тебе не нужны. Все, на-на, по лицу. Е-е-е-е-е-е. Ну, пристроился сзади, видите, хавк к Хитману. Все, ушел. Все, свет включаем. Да, не хочет вейвы, которые с Том потратили. Да, действительно. Так, перловочку уточим пока что. Просто там, шух, одна за другой ложкой. Бам-бам-бам. А, Леон — это немецкий профессиональный, полупрофессиональный игрок. Кто такой Скарс, я не знаю. Виви говорит, так же вчера и Флай победил на этой карте. Нычка на нычку, 7-7-6-6 ММК. Справа у меня такие наушники были. Это Bayer Dynamic какие-то, совсем недорогие, но с очень хорошей звукопередачей. А по центру, кажется, что это той же Bayer 660 или... Нет, подождите, а что это... Сенхайзеры 660? Кто разбирается вот у чувака спереди? Очень популярные среди радищиков наушники, очень комфортные, к сожалению, дороговатые. Но кажется, это 660, да. Скарс — немецкий орк, ага. Walk with me говорит, что Сенхайзеры. Скарс — орк, походу, пригласили орка Хумена судить орка и Хумена. Такие все серьезные, возрастные, 30+. Ребята, у товарища на заднем плане какие-то там словари, что там, шули. А, это на немецком все. А, Тейст и Леон, да-да-да, помню. Девятисотый про? А я не могу на взгляд. Там вроде они, типа, очень друг на дружку похожи. Старпер Хаппа. Да хорошо, что игроков пригласили. Хоть по делу рассказывают. Конкрет, привет. Хаппа ведет 1-0, что здесь не поправили. Хапп молодец, начал плохо, терял рабов, его захарасили в усмерть, потом подкормил футменами. Но Хитман приходил и разменивался даже хорошо. Да, еще сражение одно, прям в нули, но Хапп проиграл. Но после этого постепенно-постепенно начал размениваться в легкий плюс, раз за разом. Причем там было три сражения, из которых он выходил победителем. Самая жесть была, помните, в центре, когда оба друг друга до красноты довели, сравнялись по лимиту, там Фарсиер умер. Было классно. Ого, Хошка 3, топ-3 Хум. Да, наверное, он где-то на 15-17 месте в мировом рейтинге. После Сока, Романтика, там Хуманов немного. Но Гарвард. На первую очередь, он может наладить его боро, как он сделал на Т-Х, и сделать тех, а потом. На вторую гранд. Так что, нет, 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 нет и не теряй, и это все. И, да, это то, что он делает. Субтитры делал DimaTorzok Все вкриппинг идут постепенно. Я послушал комментатора, отметил для себя, что чаще всего игроки, которые приходят покомментировать, у него английский похуже по сравнению с Neo, да? Они же все из Германии, все трое из Германии. Но если у игроков слышен прям немецкий акцент и какая-то лексика, ну типа не Tech, а Tech из-за, видимо, каких-то особенностей немецкого языка, то у Neo все значительно лучше. То есть ты так включаешь, слушаешь, и как будто... и не слышно вообще немецких корней. Но с другой стороны, товарищи, которые вот комментируют, они с определенной вероятностью могут любого из участников выиграть, поэтому они прекрасно понимают, что происходит. Какой расклад сейчас, что нужно делать, куда бежать, почему, зачем, поэтому мне бы хотелось их послушать. У Сокола слышны немецкие корни? У него скорее русские корни слышны, когда он по-немецки, наверное, говорит. Рабочий мрут. Вот на этот раз Хавк, а может быть, он в прошлый раз тоже магическую вышку делал на экспанте, просто к нему пришли на этот раз на экспанте, а не на мейн, и сразу же минус... сколько там добил рабочего своего? Минус пять рабочих, получается. Сокол говорит, что здесь про Сокола, только подошел. Да, ты знаешь Касталиона, знаешь этого... Как второго никнейма? Короче, там немецкие какие-то игроки, Леона я смутно помню, а второго нет. Вертел его, так и думал. Сложно быть чемпионом Германии, там, двухкратным или скакикратным ты, и не вертеть всех, кто из Германии, играющих в Warcraft. В немецком читается как легкое... Такое легкое, как будто просто вздыхаешь. Ага. Ага. Ну, у нас есть тоже эксперт по немецкому языку. Его зовут Геннадий. По-модному, по-немецкому... Heinrich, кажется. Skars, ага, Skars, да, Skars. Вот, и потихонечку все-таки Хавк пытается базу поставить, но там стоит вард, и как только он ливает, тут же прибегают там гранты, волки позорные. Напомню, что магическая вышка сейчас бьет сильнее. Ой, не доконтраливает здесь, обратите внимание. А надо было стоять на халде и улыбаться, рабочих бить двумя грантами. В этот раз старт у Хавка лучше, и это обнадеживает. Что по магазину у нас? И никто ботинки не купил. Может, Архмаг, возьмешь парочку красных сапог? Оп! 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 А, ну, футмен далековато был. Почему ботинки не купил? Вот кто может... О, иллюзию кинул за фарси... А, сразу видно. Не надо было стрелять. Рабочие... Ой, футмены идут на перехват. Архмаг, погоня, 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 на хвосте. Футмены не успевают. Не успевают переходить. Или успевают? Ну, Архмаг, ну ё-моё, ну беги. Во-во-во-во, футмен, футмен, футмен. На телепорт развести. Разведет сейчас, разведет. Всё, ему некуда только-только прыгать. Оп, минус тп. Отлично. Пушить будем? Не надо пушить. Давай, давай, отсюда нафиг. А, по шаманам можно, кстати, поработать. Пока не скопились. Старые элементали работают. Иллюзию пустить на Форсира всё правильно сделал, но не доконтролил, потому что иллюзия перебивает его регенерацию мана и хп. Футмены полезли на мейн. Ай, увлекаются, кажись. Не, убьют Грантан. Вопрос только, сколько потеряется. Форсирпа это самое подставился. Архмаг там лапкой, лапкой, лапкой накидывает. Кажется, Хавка разыгрался. У него хороший контроль. Сокол говорит, что он вертел Граби, но, как бы, показания не сходятся, видите? Это Сокол. Это какие-то ноунеймы. Поткаются. А это чемпион, собственно, того ВЦГ 2008 года, кажется. Ой, нет. Ой, нет, я закрыл. Закрыл всё вместе, сори. Там всё равно пауза, нормальная. Капка в паузу затачивает дальше, продолжает есть. А, там 2010-й, сори. Не доживав, у Хавка возвращается бы. Ну, слушайте, у Хавка серьёзный опыт по качалке. И пропускать приёмы еды нельзя. Почему нельзя отключить камеру, когда ешь? Это вопрос, кстати, к этим, к бэк-ту-оркатцам. Он, скорее всего, отправляет вообще через специальную прогу всё, что у него есть. И в конце концов, а что ты имеешь против? Что ты что ли не кушаешь? Все кушают. Это нормальный процесс. Всё у него, там платочек рядышком, всё, вытер губы. Ложка, тарелка. Всё как у людей. Ай, Архмак улетает отсюда. Причём лучше не тянуть, не тянуть. Смысла вообще нет в этом. Ну, зачем? Тебе ж лечить это всё нужно будет. Ты не уйдёшь отсюда. А хотя он выскочил. Сейчас вдруг стомб прокачает Таурен, типа, чтобы... Стомб прокачал! А-а-а! Блапошили! Видели слева? Таурен реально... Вся вот эта вот арковская армия, приспустив здоровье Архмага, понадеялась, что... Сейчас вот наш Таурен выучит стомб, и мы за 2 секунды при помощи чайника и хорошего урона и оглушения не дадим ему отсюда уйти. И, возможно, Хавк рассчитывал именно на это. Блин, грамотно. Там уже пошла анимация, ногу поднял. Краса. Красота. А краса получилась из-за того, что я хотел сказать «красота», а потом прочитал у ароматного повидла «Лошета Микантары». И все, и у меня «Ра» выскочила из... Из того, что я прочитал в конце. А может, это просто возраст. Выходит Маунтан Кинг, ураг ставит базу, Хавк пытается проверить эту базу через Архмага и Элементали. И не добил Элементали. Элементаль делает идеальную разведку. А потому что он встретил этого. Встретил армию Хошка, состоящую из миллионов футменов. Стомп хороший. Столько футменов умирает. Еще рейдером. Блин, зачем так размениваться было? Еще справа рифла, без точки сбора. Ё-моё. Не успевает Элементаль. Двух выстрелов не хватило. Снова чайник, сейчас опять врыв со стомпом. Да, 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 все правильно говорит. Типа не надо сражаться было ни в тот, ни в этот раз. Все слишком красное. Пошли ополченцы. Там все красное спасается. Ладно, минус шаман. Но у Хавка все равно здесь погибает больше народу. Это все хорошо, я думаю. Он должен их уничтожить, чтобы уничтожить, но я... Блин, минус прист. Что-то тут все разваливается у Хавка. Сорочка успела выжить. И смотрите, хорошо, Форсир подошел. Ману с чайника, он хотел чайник, видимо, кинуть. Но выжгли ему всю ману. Так что делать? Там у кого-то, кстати, микрофон трещит из комментаторов, не знаю. Да, МК, МК минус. Ману вызасал. На, на лапкой. И разница по армии, видите, уже почти к нулю пришла. 50-56. База Уорка стоит, все красное. Ну, опять начинается. МК, МК мертвый. По уровню героев ситуация та же самая, что и в прошлой игре. То есть там 4-4 на ничего. На 3 и мертвого второго. Спроверь, это не у меня. Да, это у них на стриме вот этот треск. Такой крэклинг. Да, Леон Смик мэкс вирд нойзи, говорят товарищи. Странный звук издает Леоновский микрофон. Пилотч пошел, разводы пойдут сейчас со стороны Хитмана. Так, а что делать Хавку? Равный лимит. Вроде крепится надо. Нас грабят. Пока еще не грабят, Пилотч не готов, но тем не менее. Тумен, согласен с тобой. Привет тебе еще раз отдельный. Надо телепортироваться. Надо телепортироваться. Надо телепортироваться. Хошк. Зачем? Почему? Телепорт был, базу отдал. У-у-у-у. Телепорта нет у Орка. Да, 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 Хавка... У противника тоже телепорта не было. Делиться надо, делиться, делиться, направо уходить. Направо уходить частью. Восстанавливать базу, направо уходить. Подрезать юнитов. Минус грант. Терс один. Рейдер один. Свиток еще про... 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 Происпользовал. Хороший момент для Хавка. Кодой сзади сорочку приел, съел собакам. Там рейдеры красные. Элементали вызываем, но есть еще диспл у врага. Плюс форсир под регенил ману. В это время, кстати, рабочие убили всех... В смысле, три футмена убили всех рабочих на экспанде. Держу в курсе. Третье МК. Молоток второй или клэп? Скорее всего, клэп. Клэп берет. О-о-о-о! Еще несколько юнитов теряется из-за того, что они туда пошли, они под слоу. Минус сепионы. Тыкни, 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 может, даже базу убьешь. Ну тыкни, там сачкует футмен. Молоток. Бежим еще сейчас вторым молотком под бреем шамана. Футменов Хавка спасает, потому что понял, что они не успеют добить, а при этом враг бежал в нашу сторону. 48, 46 на 58. Хавк впереди. Свиток надо покупать. А лучше два, если есть деньги. Денег нет. Один купили, второй ждем пока что. 58. Может, скинем что-нибудь? Нечего скидывать. Все нужно. Нужен второй свиток. Он его дожидаться сейчас будет. Вот видите, 240, 250, и вот сейчас второй свиток появится, если он есть, конечно, в продаже. Возможно, после того, как Хитман две штуки выкупил, там еще не обновились свитки. За пристав, вписываемся. Молоток. Пятый Таурен. Ё-моё. Че началось-то опять? Футмены в атаке, но там их перехватывают волки, но с волками мы справимся. То есть время справиться с волками. Хавк грамотно действует. То есть он знает о том, что надо харасить вражеский эксп, он понимает, что сейчас он не готов нормально сражаться против противника. То есть он здесь развлекает, и при этом еще экономике угрожает. Молодец. Парсир. Инвиз. Выходит ТЦ в самую кучу. Здесь может быть очень плохой файет. Смотрите, Таурен. Стомп вовсю. Свиток вынужден сразу делать хавк. Лайтинг щилд еще. Блин, надо назад убегать. Блин, куда ты убежишь-то? Там второй стомп. Снова чайник. Все красное, все битое. Минус три юнита. Четыре. Скорее. Ой, пять. Ой-ой-ой. Инвиз отработал на все сто процентов. Господи. Это минус 20 лимита где-то у хавка. И справа еще. Это 1-1. Так, гэф. Таурен 5-6 на 3-5 мку. Там Сокол болеет за орка. Готов сражаться. Порч-порч. Такая несчастная тут кучка у хавка. Хавк пытается, получает. Чайником там полируются юниты. Кадо идут. Да, Преста съедает. Ой, Инвул вовремя прожит. Ну, он понимал, что он от стомпа там уходит. Да, беда. Ну, много терял. Много терял. Ключевая ошибка была, помните, в сражении от мейна на юг у хавка. То есть, он там за одного-двух рейдеров отдал очень много юнитов. Главным образом футменов, но там футменов, двух рифлов. Такое впечатление, что он хочет разменяться выгодно до появления первых кастеров и брейкеров, как-то реализовать всех футов. Но уже во второй игре подряд он этих футов сливает. Лучше на нейтралах отдать, реально, чем вот так сливать. Это сто процентов 1-1. Карлов говорит, блин, я только понял, что этот хитман, оказывается, еще один взят. Да, он, кажется, из... Я не помню, кстати, он из Кореи или из Китая. Кажется, он кореец. Но с американским гражданством. И, соответственно, он там, будучи весьма посредственным игроком, в принципе, в Корее, в свое время просто топ-1, топ-2 Америки был. Сейчас меня поправят, если я не прав. Опять идет грабеж, 70 лимита, Хавк 62, успел немножко отстроиться. Разница в героях сумасшедшая. Шестой Тауриен, почти шестой ФС против не пятого даже Архмага и 3.7... Ой, диспел, сам себя задиспелил, а? Ты когда-то показывал интервью с каким-то китайско-корейским варкрафтером в забавном переводе. Ой, опять с том прекрасное. Это интервью с фокусом в переводе БСП. С World Cyber Games в Китае, который был, наверное, 2011 года. Там их было несколько в Китае, просто я не помню, какой конкретно это был год. Мне кажется, 12-й год это был. Раз он говорил о Старкрафте, о втором... Блин, как же здесь... Жесть. Да, минус МК, я бы вышел. Выходит Хавк. Очень очень хорошо, очень хорошо, очень смệt. Это было круто. Это был очень здоров. С тем же, что на 100% плид, когда ты良, что-то не было. Есть хорошие Близзард-Cloud конечки. Играя до трех побед, поэтому впереди еще матчи. Следующий Каха против Старбака, кстати. А ТБД, ТБД, это получается победитель с победителем будет играть, или как? Сейчас я окошко открою, водички еще принесу и продолжим с вами. Две минуты перерыв. Но я также думал, что Хорк у него была хорошая позиция, чтобы сделать что-то с Футманом, как я уже сказал. С Футманом против Борусом, это очень странно для Орклер, я думаю. Я думаю, что это будет хороший момент для его использовать это эффективно. Но, в общем, очень хорошая игра. И очень хорошо, мы переходим к Мап 3. Леон, я хочу вам сделать две вещи. Первый, ты join the game. И мы у нас есть статус от вашей стороны. Ребята, как на наше ремонт? Наше ремонта эфиракт, о чем-то. Да, что-то сида, я проявляйтесь. Я проявляю. Я думаю, что люди будут forgive мне. Я буду просто разбивать. Только с тобой. Сwayze, потемь по всем миром, разбавляю себе все отсутствие. Хорк, ты готов? Открою. Субь хорк. Субь хорк. Субь хорк, вот я заставил прохлад. Субь хорк, я вижу, возможно. Субь хорк, я вижу. Субь хорк, я вижу, прохладивый. Субь хорк, я вижу. Так, снова здрасте Возвращаемся Хочется, чтобы Хабк выиграл, потому что тогда мы посмотрим с вами больше матча с его участием И он вполне может выиграть как минимум Хитмана Просто не надо... Просто, просто, знаете, я тоже иду по этой дорожке у прощения Хорошо отбиться от Хараса, не сдавать футменов Не ввязываться в сражение, если не уверен, что размен будет нормальный Потому что ты отступить не можешь На этапе, когда появляются уже всякие шаманные рейдеры с сетками Орк четко штрафует на отступлении Чтобы выиграть, надо просто не проиграть Надо всего лишь... Сетихавк может попытаться поставить экспант не в кармане у себя, в центре А побежать влево Карло говорит, слушайте, у меня вопрос, где все серьезные игроки? Типа Хитмана, Хавк, Старбак, сильные игроки? Где Лины, Лавлиеты? Можно сетку посмотреть Там из корейцев Мунчанский Из китайцев, соответственно, Каха Не знаю, кто еще там есть Я бы сетку тоже глянул Ашанчик, здравствуй Здравствуй Добрый вечер тебе У нас тут Варкрафт Сегодня, завтра и послезавтра Финал ладера Варкрафт 3 Champions Вот, ну там Сок еще, например, есть из корейцев Хэппи от Сока отлетел Давайте посмотрим на сетку Су Ин, Калорфул, Су Эй, Фокус Фокус отлетел от Фогича PCG Тут все нормально Спасибо, милосердие Побежал Хавк, но не ставить базу Он делает вышку и собирается играть с одной базы Блин, и прибегает, правда, на крипинг Пока что вообще отлично Хавк здесь прокрепился Он не убил главного врага с этим с артефактом Но он обоих троллей убил Элементали добили нейтралы И кроме тех ресурсов, которые недодобыли рабочие Из-за того, что занимались крипингом Хавк тут ничего не потерял Ну и немножко здоровья Да никакой не экспаншен Ты что, все, это дуэльная карта Форсир под боком Он уже отстроил вышку Это Т2 Это Т2 Скриньте сейчас Вот 320 есть И 210 И Т2 сейчас прожим такой Бам Оп, сейчас вот Оп, и прожимочка пошла На самом деле не эта самая Серклетка, серклетка 175 или 185 стоит? Сейчас мы будем игроков проверять И себя тоже проверять Я еще доказал, что 185 Комментатор сказал 175 И Я задумался Сейчас у нас эксперты проснутся Сигнал дойдет До клавиатуры дойдут Рифлы Кастеры пойдут Вот, и у Хавка Будет экономика такая же, как у врага Но Зато 175 Спасибо, Ферз Я был не прав Оп, 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 оп Эксперты Или прогуглили Или вспомнили Дошли Написали Спасибо Здесь не будет большой разницы между уровнем второго героя Но и экономика у нас тоже будет Ну и кастеры раньше будут Ай-яй-яй-яй Архмака прижимают Гранты Проскакиваем между овцой Опа Выскочил Футмены начинают форсировать Что-то, что-то пытаться с ним сделать Элементаль Окружен Форсир тоже Немножко по По Это самое Так, Архмак Второй Он собрал камп с 5 милича И снова Он взял немного сна в него Потому что милича не могла работать Как обычно должны То есть Все Одно Что-то, что ты не хочешь Как человек-то И теперь Он будет бороться Для этого Левела 5 Но я не уверен Если он получит Давайте посмотрим Давай 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 Добил 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 Хавк молодец Улыбается Соответственно Хитман Ну там Да Там Хитман Накосячил Хавк Такой А что такое? Да Пинг плохой Конечно Пинг Конечно Пинг Учитывая Что Архмак Там стреляет Там раз в две С лишним секунды Плюс Фаербол летит Там ты мог Спокойно Потыкать Потыкать А потом Да Ой, короче Пинг у него Ну не три же секунды У тебя пинг Алло Там 200-250 миллисекунд Ну максимум Пинг у него Да И вот как раз Комментатор рассказывает Что по-другому Надо было действовать Слишком мало урона Архмага Чтобы справиться Там с форсиром Ну дэмэджем форсира Двух волков И там трех Грантов Да Отмаза вообще Такой Наивный Главное Кого он пытается Кого он пытается обмануть Хавк в это не поверит никогда Мы с вами тоже вряд ли Так Хошка Сейчас агрессивно будет крепиться Смотрите на лагерь наемников Сейчас его найдут Да Уже нашли Но он уже Тиснул Что он тиснул Где артефакта А или до этого орк закрепил А нет Нет И началось опять Вот это вот вылетание Минус футмен На одного рейдера Второй футмен На нейтралах МК подставляется И пурдж Блин Минус МК И еще минус футмен Ну я не знаю Он Два циклона Два рифла летают Шамана подрезали Че делать Едьте подрезать Попытался Хороший был выстрел Аккуратненько 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 Рифлы летают И третий Сейчас стомб будет Сейчас стомб будет Второй Ох Стомб хороший Все красный у хитмана Но Таурен здоровый МК вернулся С молотка начал Рифлы Не доконтролил Хошка Ну бежал бы ты И бежал бы туда Зачем останавливаться Контроль Контроль Там еще тролли снизу Надо убрать Да зачем Ну ладно Да Наверное сэкономить Лучше было время Возвращаются там Ополченцы МК возвращается Очень биты 1.7 Телепорт Если что есть Рифл подставляется Опять же Рейдер есть Сетку кидает Рифла подрезает 45 на 38 Ну это жопа какая-то И все Это минус Телепорт Хавк Ну контроль Ну блин Ну контроль Он еще рискует На самом деле Здесь не только Ооо Сокол говорит Хитман очень плохо Битых юнитов Сейвит Или это уже метод Такая варики не контролит Пинг Это пинг Скажет Хитман Я просто задумался Кто сильнее играет Хитман в Варкрафт Или Сокол в PUBG Тут это Атака идет От Хитмана Разведки не хватает А уже хватило Минус Минус Райфл На разведке Телепорта Нет еще Баш А почему Баш Хавк пошел Третий уровень Ну в смысле Зеленую точку Зеленую точку Оно того стоило Минус Магаз На приста То есть Он уже потерял Да Сейчас будет Там чайник Стомп Перегруппировывается Рабочий Очень битый Таурен Ой какая боль Прорывается Лайтнинг Шилд Стомп Диспол тоже делают Но чайником полирует Битых И без того битых Юнитов Хавка Все красное Первый рейдер Только падает Стомпы продолжаются Шикарно Кстати это минус Архмаг мог быть 1-2 Ну Хошк Ну что там Началось-то Ну Лакшми говорит А какой вывод Не нужно было между играми Есть Ибо желудок Это второй мозг Есть конечно Определенные торможения Связанные с тем Что Ты когда Поел У тебя Замедляется все Насколько я понимаю Но Вдруг его Например Это успокаивает Вдруг ему Эта тема Помогает Там не волноваться Вдруг привычка Которая тебя там Вводит В нужное состояние Может быть Индивидуальная Какая-то штука А так да Так все Проснулся Позавтракал Там зарядочку Сделал На пробежку Все Парочку Парочку часов Практики Если захотел Есть только шоколадки Какие-нибудь Или бананчики Чтобы усвоить Это все Быстренько У нас много Экспертов Часть Все расскажут График построят И питание И тренировок По вебке Сможем Диагноз поставить Если что Шелограйф 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 Сможем Меркс и Крик Левел 3. Да, я интересен в Хитмэн Крепить Лайтнинг Шри Креп, или Инстант Террес. Давайте посмотрим. Да, Шэдогрейв, более или менее новая мапа, но все должны знать это сейчас. Он получил несколько бэнгеров, также в этом матч-апе, думая о том, что... Цоколов, Соколик, если хочешь, давай в Дискорд. Потом плавно мы можем в PUBG перетечь. А, и Сокол говорит, нет, я в сад сейчас. Ага. Какой сад уже? Середина сентября, что ты там собираешь? Что ты съезжаешь, я не пойму. Какой сад? Помидорки? Жень, а помидорки еще надо собирать? А, сейчас идут помидорки. Да ладно, тогда действительно, Сокол не соврал про свои помидорки. Держи помидорки свои, ну собирай, короче, аккуратненько, аккуратненько. МК-перый. МК-перый. Бобра на помидоры не меняет. Моя мама буквально на днях помидорки передавала свежий. Ой, обожаю. Ароматные, вкусные. Немножечко соли и все. Так, провокация на нормальный криппинг. Видите, волки окружили. На форсира Архмаг скриптова закинул. И волк ретаргетился, но недолго бил. Из-за этого, когда он начал бить Архмага, тот снова уже выбрал его как цель. То есть там уже ретаргета не было. Криппинг пока что складывается для Хавка отлично. То есть плохо, когда к тебе вот на МК бежит сразу фейс харасить. Вот. А тут большая бутылка выпала. Он абсолютно спокойно эту жирную точку собирает и получает уже сейчас 2.2 опыта. Покупает себе приста, чтобы было чем лечиться, так как у тебя с ОМОНов нет, некому впитывать нормальный урон. И он собирается ставить базу через первую МК. МК, если третьего получить, форсир офигеет от вторых молотков. И противник, обратите внимание, не бежит и не делает разведку. Такое впечатление, что он не знает, что там вообще МК, и что мутится экспант. Может он думает, что там Архмага и какой-нибудь без бази. Все, и МК сейчас получает как минимум третий уровень здесь, получает второй артефакт. Да, это ошибка большая. Сейчас послушаем комментаторов. Все-таки за орка. Типа правильно делает, что до третьего прокрепился. МК пошел охотиться за грантами. Хавку выпал действительно этот амулет маны хороший. Форсир замазывает грантов битых. Тут от первых двух молотков сначала два тролля отлетят. Магическая вышка делается. Одного рабочего только подрезает. Защищаемся. Наша задача — стоять улыбаться. Магазин выстраиваем, базу делаем. Хавку ходит, к нему на мейн приходит. Назад, домой, 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 домой. Залетает форсир. Телепорт. А вот это может быть и правильная тема. С этим минус форсир здесь. Ну, в смысле, минус телепорт. Тролля разменял на двух рабочих и вышках. Мог пробежать внутрь из-за того, что телепортировался Хавк не туда, не внутрь базы, а типа зажимать. Оп, молоточек в лицо форсирую, чтобы там не восстанавливался. Турин, делается рейдеров. Строим. Да, рейдеры Уолкером. Ухавка все еще в Т2 не делается из-за серьезных проблем с деревом. Вышку восстанавливать опять же нужно. Вторую добавляет, вышку боится. Проверяет делать разведку, Хошек молодец. Знает, где находится противник и представляет приблизительно, какой там тайминг будет построения базы. Потому что, ну, не просто так Орк находится сейчас на натурале. Я не помню, чтобы Хавк после МК против Орка брал Бладмейджа, особенно против рейдеров. И потенциально Стомпа какого-то. Он все-таки любитель Архмага. Так, пошел пион. МК почти четвертый. Мне нравится, как здесь Хавк отыгрывает. Спокойно, аккуратненько. Немножко не хватило в определенный момент разведки, что пришлось телепортироваться. Ну, вот его... Сейчас скриппинг вполне устраивает. Это вам не Архмаг третий, который... Ну, которого не хочется. О, переучиваемся на второй молоток. Там был баш у него в начале. У него маны типа было мало. Он хотел через баш по этой самой... Минус два тролля. Минус два тролля. Подкрепил, отступает. На карте не так много точек осталось. Две красные всего лишь, и все. Ну, и там три зелененьких по центру. Форсирра... Можно попробовать окружить. Блочь, 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 блочь. Там навстречу, навстречу летят. Нас, кажется, развели. Это байт был. Это был байт. Сразу ловят. Красиво. Может, не специально, но получилось очень хорошо. Почти третий ТЦ уже. УМК перебивают регенерацию маны и здоровья. Надо сжаться за вышки, не сражаться. Противник, наверное, сейчас метнется. Блин, рабочий не там стоит. Его дотыкает ФС. Сейчас основная часть пойдет на мейн. А там, кажется, алтарь приоткрыт. Не, а барак немножко приоткрыт. Что делать, блин? Что делать? Там кодой. У нас только первые рифлы. Кип только доделывается. Как отбиваться? 40 лимита. Косарик. Да, футмены пошли разводить, поубивать. Экспанд, рифл выходит. Подставляется сразу. Вот как ты здесь оказался? Скажи, вот где точка сбора? Вниз, внутрь, застройки. Третий ТЦ из-за этой ошибки. Минус футмен на это самое. Ё-моё. Пошли, Аркан. Ну куда рифл выходит? Точку сбора с барака поставь! Не, ну это вообще, нет. Ну как так? Ну вообще, как? Ладно, там один рифленый не туда вышел. Этот-то куда лезет? Тут, ну, ты... Минус рифл. Это, ну, 6 лимита, просто на ровном месте. МК пытается там на халяву... Почему за форсиром не побежал? Это же минус фэс. Алло. Ну. Ой, хорошо, Хитман тоже косячит. Вылечил. Ой, в смысле, выложил ману. Сделал стом. Четвертый МК сейчас тут отбивается от всего. Убил главного героя. 4.8, он почти пятый. Не лезь! Не лезь! Ну куда ты? А, у него бутылка есть. Все нормально. Бладмейдж выходит. Ой, не туда заливает. Пятый МК. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подставляется МК. Есть свиток лечения. Надо заливать, 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 заливать. Свиток кьюзать. Свиток! И беги, 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 беги. К пристам, беги. Все, здесь на развороте. Дрейн. Пам. Клайп минус 2 юнита. Красиво. Красиво. Ой, он лезет, он лезет. Он все, он тильтует. Зачем он? Фу, без ГГ выходит. Ну бас, Хитман. Хавк ржет. Просто красава. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блядь, куда ты, мёрт, пошёл ты, ябт, твой ума... Вот там... Короче, ну блядь, там, короче, три слова, мёрт, было сказано Хавком. А, четыре. Жесть. Да. У Орка 1800 голды. Ну, у Хумана столько голды... Куда ты ешь опять? Ну, хватит. Он уже третью тарелку в перловочке затачивает. Я уже есть захотел. Всё, решающее пятое. Всё, решающее пятое. О, боже. Окей, хорошо для нас. Много интертейнмента, Фейс уже убежал, потом такой, блин, забыла анбиндиться из первой группы. Скорее всего, да, так и было. Но Хавк, до того, как Форсир подставился, он зачем-то пошёл там клэпать в другую сторону. То есть, ну, бежать Форсиро просто гарантированно в два молотка ты убивал в той ситуации. Гарантированно. То есть, там не было вариантов. У Форсиро там 200 с небольшим хп, у Малатон Кинга второй молоток, и маны где-то 200+. Ну, куда он убежит? И МК в одну сторону, Форсир в другую, Форсир подходит, всё равно получает молоток, умирает, потом оказывается у МК бутылка, потом оказывается у МК светок лечения, потом оказывается спеллбрекер заблочил Таурена, то есть, Бладмейдж, который вышел, начал заливать маны. Там столько факторов просто было во время этого противостояния, что игра перевернулась с ног на голову. Всё началось с того, что у Хавка нихрена нет, рифлы выходят, умирают, у Орка делается база, у Хавка только-только там первые присты с кастера должны выходить, второго героя нет, а к нему уже стучат, там всё, Барак убивают. До момента, когда отдаётся Форсир, отдаётся Таурен, попутно отдаётся ещё там по паре от Клэпа юниты у Орка, бам-бам, МК пятый, ууу! Да, Бладмейдж здесь очень зашёл. Один Манодрейн, только первый, не сработал. Ну, учитывая, что у Манодрейна там КД 6 секунд, если я правильно помню, и заливает он по 15 на первом уровне 90 маны, Хавк с этой перловкой действительно напоминает Маутен Кинга, который бутылки маны выпивает. То есть, к Маутен Кингу-то никаких вопросов, что ты так много пьёшь. К Ваху нет вопросов, не должно быть вопросов, что ты так много ешь. Рестарт говорит, псы, рубрика немножко в топ, а вкратце тем, кто не заходил на ГАИ больше месяца, прям как вернуешься на день неделю. Да, мы сейчас как раз возобновляем, переделываем имейл-рассылки, и там будет поздравление с днюхой, реабилитация этих рассылок, с подарочных, и в том числе возвратные письма товарищам, которые долго не заходили. А Шанечек пропустил твое сообщение в Ангу, и Хавк сейчас будет аркадить, и это поплатится за это. Это гениально. Фактов нет, только интуиция. И это поплатится за это. И тут фотография Кличко сразу, бах. Хочется, чтобы Хавк вышел, потому что у него тогда еще целая серия сегодня будет. Будет гораздо интереснее смотреть матчи с участием Хошка, конечно же. Странный, говорит, уважаемый зритель из стрима, был неправ, игра очень зрелищная. Да, непредсказуемость, интрига — это то, что дает интерес. Когда ты не знаешь, чем оно все закончится, а я за минуту до того, как Хитман ливнул, я был уверен, что у Хавка здесь вообще... Ну, то есть надо было Орку реально как-то на чудесах отдаться, а Хавку как-то великолепно этим воспользоваться, что и произошло, чтобы... чтобы проиграть. Привет, кто такой Леон? Почему у него солнце светит? Откуда он? Из Германии? Там три немца сидят. Сейчас около туда, три немца, и Сокол был бы... Хавка там рассказывает, что-то проговаривает. К сожалению, Хавка тоже пока на Твиче стримит. Я помню замечательные, самые разные трансляции у него на ГГ. и уверен, что настанет день, когда мы снова будем вместе. Архмаг первым героем против Форсера Маутен Кинга не будет. Но вот что будет делать... Что будет делать? Возвратное письмо, может, и поможет, да. Посмотрим, посмотрим. На конверсию видим, там переход, все, хашк, хошк. Первую желтую точку сначала будет крепить Хавк. Форсер, похоже, тоже на нее бежит. Нет? Нет, ведет сразу харасить. Рассчитывая на то, что мастерскую, как подсказывает орк или хумен, комментирующий... Сейчас он проверит справа, видите? Да, 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 да. А тут пусто! Это значит, что Хавк почти... Ай-яй-яй-яй, рабочий-рабочий один. Сразу он видит этого раба, блочит его шикарно. О, а Хавк, зная, что он умрет, пытается просто выиграть время и отступает в противоположном направлении. Гра, правильно, матна. Еще даже мог отдаться на нейтралах. Класс! Архмаг получает два артефакта, прекрасных причем. Мантия добил всех черепах, добей элементали своего. Добил элементали, молодец. 2-2 на 1-1 по уровню. То есть форсир, молодой, глупый. Архмаг уже с аурой чародейской, или как она там называется, просвещение. Бриллиант с ура. Калежа говорит, сделал стишок, я прочитаю, с вашего позволения. Дважды Хитмана, выиграв ловко, заманил и удалась уловка. И победу ознаменовала, сложное слово, третья миска сытной перловки. Ест как ману горный король, Хавк соперника множит на ноль. И довольно смеется, как тролль. Все, сейчас у нас ситуация хорошая. Мы не ставим базу, мы делаем тег, мы прокрепились лучше, чем противник. Хорошо, хорошо. Никс говорит, херня с тихой слог. Так, надо на Никса посмотреть. Форсирно получал еще от футов. Я уже лучше писал когда-то. А-а-а. Ну тогда ты можешь так говорить, видимо, да? Пес. Ага, ага, я понял тебя. Хавку рыбочками еще добивает мелких мурлоков. Кто добил? Архмаг добил. Переключается на волка. Ай, там уже откатились волки. Футмена надо было влево уводить. Этого красного. А, он добил еще и главного этого нейтрала? Неплохо. О, книжку даже хотел по... Не, Хавк старается. Вы видите, как он тут доконтраливает на лалах? Он, да, отдал одного футмена, но, во-первых, доел точку. Ну и пытался, как минимум. 2,6 на 1,3, пожалуйста. Аккуратненько, аккуратненько. Маутон Кинг в заказе, рифлы готовятся, волк сгоняет Архмага с лечения, с фонтана. Делает хорошую разведку. Но! Помешать форсиру вряд ли сможет, потому что у него чайника нет. Крабика добилем. Ну... Мне тоже показалось, что можно было по этой самой Архмагам пад. Форсирур добил. Красный Архмаг, красный Форсирур. Почти. Третий Архмаг. Вторые Лемы. Ну, Рэкви и Музык, привет. С МКО и продолжаем крепиться. У нас финал... Ну, как финал... Финальные вот эти вот три последние дня 15-го сезона Warcraft 3 Champions. И здесь много разношерстных, разноплановых игроков. Корейцы, китайцы и наши. Главной особенностью турнира является то, что Хапача выбил сок. И сейчас вообще не ясно, кто пройдет дальше. То есть там есть сок, там есть фоги и товарищи, которые сегодня-завтра будут доигрывать там первый-второй тур. Хан Сола, здрасте. Ну вот, смотрим потихонечку. Красную точку пытается первым хавк забрать. Надеюсь, он успеет. Противник уже двигается в этом направлении. Может застрять на фонтане. Было бы неплохо. Да, да. Застревает на фонтане. Не проверяя причем. А он успел бы сюда ворваться. Но это минус для Хитмана, конечно. Должен был отправлять какого-нибудь волка и сюда, там, с чайником, с каким-нибудь пытаться добивать. Бриллин Сора выпадает. Аура Архмаговская. Не повезло с хавку с предметом, к сожалению. И он потратил довольно большое количество времени, чтобы этого Огра по Диннерфайрам убить. И рисковал еще при этом. Ну, тут рандом. Могли быть более полезные артефакты. Лучше Таурена прокрепил противник. Хавку нужны предметы и нужен 3 МК. Что по предмету? Ну, возьми предметик. Ну, он не должен валяться здесь так. Большая бутылка. Хорошо. Опа. Подлак. Там база. Да, хавку. А с какого перепуга Хитман решил, что он может базу так поставить? Ему типа Таурен свой понравился, с большим количеством брони и силы, или... Или что? Подрезать бы здесь парочку юнитов. Влетает Таурен, делает стомп, падает сразу. Клэп странный, кривой. Еще минус Футмен. А что происходит-то? Свиток хороший. Рифлай, 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 рифлай. Кадуя надо спасать. Клэп и молоток. Блин. Что-то Хавк здесь очень плохо контролит. МК бутылку вынужден пропивать. Рабочие закончились. Ну, он словил все стомпы в лицо. Футменов недоконтроливал. Кадуя не добил. Блин, как же Хавк здесь проигрывает, а? И у него лимита было больше. Он заходил в это сражение с лучшими условиями. С лучшими данными. Да. Это конечное. Это конечное. Потеряли Хавка. Четвертое форсер, четвертое цемп. Он заходил в это очень агрессивный игрок. И это очень рискованно, в моем случае. Метч, он бы просто был заходил в ТП и Крэп. И заходил в другой тайминг. Рефлайши не переварили. В каком-то патче болт сделали с таким слабым, что берут Клэп вторым. Ради Доута поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет, Ради Доута. Добрый вечер. Добрый, добрый. Когда XCOM? Ой, XCOM в планах нет. Есть в планах шарпу довести до конца третьей сложности. Поиграть в FFH, поиграть в PUBG с Соколом, поиграть в Baldur's Gate, поиграть в God of War. То есть, понимаешь, я не знаю, когда это все делать. Можно от чего-то избавиться. От Сокола, например, сложно избавиться. Есть еще в планах 1-11, говорит Виви. Ну, нет, пока в планах нет, но спасибо за напоминание. Изи Кил удивился, что Диабло не мог пройти в Firewall. Значит, ты, скорее всего, не знаешь, что апокалипсис — это не огонь, а физический урон. Диабло плохо к огню относится. Ну, вообще никакого сплита. Я не знаю, тут все плохо у Хавка с точки зрения контроля. Свит к лечению нет, а там у Таурен с полной маной. Стом хороший. Ну, а как выживать-то здесь? МК инвол на последних хитах, рефлок красный — это конечное для Хавка. ГГ. Ну, было очень близко, конечно. Жан.